В эфире новости губернии и вот о чем расскажем. Почти весь регион стал теплее. Отопление есть у всех, кроме Тейковского района. С какими проблемами уже успели столкнуться в городах, обсудили на совещании губернатор и главы. Мы расскажем подробности. Сюда нельзя допускать людей, в каком он состоянии находится. Нельзя допускать людей. И тем более детей. В Вичуге закрыли клуб имени Фрунзе. Причина – фундамент рушится, стены в трещинах и грибке. Что будет с сотрудниками и воспитанниками? Все вопросы мы задали ответственным за культуру. В Иванове начал преображаться бывший кинотеатр «Искра». Здание долгое время стояло заброшенным. Новый собственник приобрел его год назад с определенной целью. Я не смогу делать, что погода не должна открыться. Во что разгорится новая «Искра» – расскажем в выпуске. Кубок России по пулевой стрельбе проходит в Иванове. Среди участников чемпиона страны и Европы специальный гость – знаменитый каскадер Александр Иншаков. Ивановский цирк отметил 90-летие. Балаган – арена деревянной башни. Об истории создания Ивановского цирка расскажем через несколько минут. А теперь об этих и других темах подробнее. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. Итак, во всех районах области, кроме Тейковского, подачу тепла в дома и соцобъекты начали раньше срока. В режиме видеоконференции вопросы начала отопительного сезона обсудил губернатор с главами муниципалитетов. На онлайн-совещании было озвучено, что в Иванове с подачи тепла пошел и резкий скачок аварий. Как это прокомментировали в администрации областного центра, давайте узнаем. У нас, так как в пусковой период происходит резкий скачок давления на сетях, и на самом деле у нас это лишь возникновение неплотностей, которые мы устраняем все в нормативные сроки. Сейчас все возникшие инциденты в течение суток устраняются. И как бы никаких серьезных именно аварий у нас на сетях нет. Также заммэра рассказал, что все 25 источников тепла работают в штатном режиме. И на сегодняшний день все соцобъекты и жилые дома в городе к теплу подключены. Кроме двух. Но в ближайшие дни и там завершат пуск тепла. В целом во всех муниципалитетах, кроме Тейковского района, уже дали отопление. Причем раньше срока. Потому что отопительный сезон обычно начинается, когда температура за окном в течение пяти дней подряд держится в пределах 8 градусов. В Тейковском районе подачи тепла начнут уже на следующей неделе. Готовность к сезону стопроцентная, заверили власти. Готовлены 399 котельных, 1041 километр тепловых сетей, 1726 километров водопроводных, 918 канализационных. Нормативный запас топлива в области сформирован по углю на 124 процента, по газуту на 65,7 процента. Отдельной темой обсудили вопрос готовности документов. Ростехнадзор должен проверить паспорта в ряде муниципалитетов. По итогам прошлого года паспорта готовности получили 62 процента. После проводились обучения и составлялись графики подачи документов каждым муниципалитетам. На сегодняшний момент по графику выбились только два городских поселения. Это Лежневское городское поселение и Плевское городское поселение. Мы опоздали, вот сейчас два дня у них задержка. Все остальные муниципалитеты документы по графику сдают. Губернатор обратил отдельное внимание на выстраивание взаимодействия с Ростехнадзором и поручил главам провести тренировки по подготовке к зиме. Суть не в бумагах, а в реальной готовности к топительному сезону и в реальной скорости устроения аварии, если они возникают. Проведите штабы, в каждом муниципалитете я поручаю. Проведите штабы, тренировки, чтобы быть полностью готовы к зиме. В четверг днем в Иванове был сбит подросток. Произошло это прямо на пешеходном переходе. 15-летний парень переходил дорогу на зеленый свет. Как все произошло? В районе полудня на перекрестке Жарова и Кузнецова автоледи за рулем Хонда Аккорд неслась на запрещающий красный сигнал светофора. В этот момент на зеленый через дорогу переходили люди, в том числе школьники. На одного из них наехала автомобилистка и после уехала с места аварии. 15-летнего мальчика с травмами доставили в больницу. В департаменте здравоохранения нам уточнили, что с ушибом мягких тканей предплечья подростка доставили в травмпункт областной детской больницы. В ГИБДД сообщили, что автоледи была трезва, ее нашли и привлекли к административной ответственности. Если говорить о других ЧП, на пожаре в Шуе погибла 74-летняя женщина. 5 октября вечером на первой мельничной улице сгорел частный дом, сообщили в МЧС. Он был разделен на две семьи. Когда пожарные приехали на место, горела половина дома. Жертвой пожара стала женщина. Ее тело нашли в комнате на полу рядом с кроватью. Причина пожара устанавливается. За предыдущие сутки пожарные выезжали два раза тушить автомобили. На первой Сосневской ночью 5 октября тушили Крайслер. В иномарке загорелся моторный отсек. А вот на Минской улице сгорел МАЗ. Ну и еще об одном пожаре. В лесу Пистяковского района у села Демидова был обнаружен низовой пожар. Очаг нашли в половину девятого утра. Не лишь к половине четвертого дня удалось справиться с возгоранием. Огнем поврежден лес с площадью более половины гектара, сообщили в МЧС. Ивановские следователи раскрыли убийство девушки 9-летней давности. Ее тело было обнаружено напротив стеллы Ивановская область на обочине Владимирской трассы в начале февраля 2014 года. Погибшая 22-летняя девушка была уроженкой Владимира. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Но выйти на след преступников не удавалось. Формально дело было приостановлено. Однако следствие по нему продолжалось. Предположительного виновника удалось обнаружить после того, как он совершил в этом году очередное преступление. Профиль обвиняемого в нем уроженца города Владимира совпал с генетическим профилем ДНК на пледе, в который было завернуто тело девушки. Подозреваемый был задержан и при допросе рассказал об обстоятельствах убийства 2014 года. По информации следствия, тогда двое ранее судимых приятелей распивали у себя в квартире во Владимире алкоголь в компании девушки. В какой-то момент у одного из них возник конфликт с гостей, и он избил ее до смерти. После этого мужчины завернули тело в ковер и увезли в соседнюю область, где закопали на обочине трассы. На сегодняшний день оба подозреваемых допрошены. Один из них сейчас находится в колонии за особо тяжкое преступление. К другим темам. В Иванове начал преображаться бывший кинотеатр «Искра». Здание долгое время стояло заброшенным. Его разграбили вандалы. Новый собственник приобрел его год назад и с определенной целью. Что же будет с «Искрой» дальше, расскажет Марина Зенина. Кинотеатр «Искра» открылся в 1969 году. Закрылся в 2019. Просуществовал полвека. Сюда ходили смотреть фильмы целые поколения. Кинозал был рассчитан на 255 человек. Рядом еще в советские годы было кафе «Мороженое». Очень красиво. В советское время очень хорошее кино показывали всегда. Народу было очень много. Спорт на ТО 82 или как было тут. Вот это запомнил я хорошо. Спорт на ТО 82. Не смеялись вот так вот. Хороший театр был. Ну, выходили на боевики, на индийские фильмы. Обычно выходили даже на последние сеансы, потому что были дети маленькие, их приходилось оставлять с бабушками. Уже в наше время установили диваны со столиками и кнопками вызова официанта. Работал ресторан. В 2019 году собственник выставил объект на продажу. Тогда цена составляла 45 миллионов рублей. Компания, которой принадлежал кинотеатр, взяла кредит на развитие бизнеса, но в итоге обанкротилась. Здание арестовали в интересах кредиторов. Висевшая на дверях печать дежурной части ленинского отдела полиции оказалась слабой. В 2021 году ее вскрыли вандалы. Дорогое оборудование разбили, экран порвали. Помещения походили на декорации для фильма в жанре постапокалипсиса. Новый собственник выкупил объект в прошлом году с определенной целью – оборудовать тренировочный хоккейный центр. Не так давно кинотеатр начали разбирать, но территория пока никак не огорожена. Рядом две школы – музыкальная и общеобразовательная. Мимо ходят дети. По официальной информации администрации города Иваново, за официальным разрешением на строительство и реконструкцию собственник также пока не обращался. По словам собственника, пока здесь проводят только подготовительные работы. Больше полугода разбирали завалы, теперь делают внутренний ремонт, заменили кровлю. Забор появится в ближайшее время. Для льда в главном зале оборудовали новые основания. Мы засыпали песком, все укатывали катками. Сейчас мы устраиваем здесь опорную плиту. Армируем, потом будем заливать бетоном. Дальше будем собирать основную плиту, ледовую, которая непосредственно будет морозить лед. Новый собственник-предприниматель Алексей Кулигин рассказал, что сам занимается хоккеем. Сын также играет в команде. И в определенный момент они столкнулись с тем, что в городе нет для этого хорошей тренировочной базы. Теперь она будет. Маленький лед, он нужен для более индивидуальной подготовки детей. Хоккею будет, соответственно, разбросковая сухая зона. Там будет тренажерный зал подготовки, зал интерактивного кроссфита подготовки уже и выносливости хоккеистов. В здании также откроют кафе. Для гостей установят смотровые экраны. Для спортсменов оборудуют раздевалки, душевые, всю необходимую инфраструктуру. Завершить работы хотели еще в этом году. Но события в стране и рост цен немного сдвинули сроки. Заказано все оборудование, то есть оборудование идет уже. Есть определенные нюансы с коммуникациями, с отоплением. Надо успеть завести, но пока вот с тех условий будем как-то решать эти вопросы. Предполагается также благоустройство прилегающей территории и организация парковочных мест. Если все пойдет по плану, реконструкцию закончат весной 2024 года. Да, называться новый хоккейно-тренировочный центр будет так же. Искра. Теперь уже льда. Марина Зенина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». О закрытии клуба имени Фрунзе в Вичуге мы расскажем уже во второй части выпуска. И вот что смотрите еще после рекламы. Кубок России по пулевой стрельбе проходит в Иванове. Среди участников чемпионы страны и Европы специальный гость – знаменитый каскадер Александр Иншаков. Ивановский цирк отметил 90-летие. Балаган, арена с деревянной башней. Об истории создания Ивановского цирка расскажем через несколько минут. Интер Камтел в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. Это новости губернии. И мы продолжаем. В Вичуге закрыли клуб имени Фрунзе. Там дети и взрослые микрорайона Тезина занимались танцами, вокалом, посещали торжественные мероприятия. По городу пошли слухи. Сотрудники будут уволены, а воспитанники останутся без досуга. Так ли это, выясняла Дарья Костина. Шум в Вичуге закрыли клуб имени Фрунзе. До 17-го года прошлого века это была конюшня при фабрике. Затем место для досуга. Небольшие ремонты проводились, но хватало ненадолго. Фасад мы тоже ремонтировали. Как видите, несущая стена трещина. Далее все, то, что грибком поражена стена, да, все отваливается. Вы можете пройти дальше и увидите обрушение фундамента. Прямо дыра. Заглянем внутрь вместе с начальником отдела культуры и директором клуба. Ничего не скрывает, все показывает. Вентиляции нет, повсюду грибок, трещины. Отслоившаяся штукатурка, плитка, проводка, труха. Это костюмерная, которая также показала вот эту вот трещину. Трещину, которая говорит о том, что действительно продолжается разрушение. Раньше проход из холла фариграфический класс был здесь, через балкон. В 2021 году его обследовали. Вывод износ 70%. Его рекомендовали закрыть. Коридор является пожарным выходом на случай аварийной ситуации. Они всегда, в принципе, сюда доступ ограничен. Но нам пришлось детей водить через этот проход в зал. До недавнего времени в таких условиях занимались почти 200 детей взрослых в театральной, вокальной и танцевальных студиях. Плюс на концерты приходили жители микрорайона Тезина. Директор говорит, находиться здесь не просто неприятно, опасно. У муниципалитета денег на капитальный ремонт нет. То есть вы как руководитель учреждения, который и за коллектив отвечает, и за детей, вы поддерживаете закрытие этого клуба? Я поддерживаю. Я поддерживаю, потому что я отвечаю в первую очередь за жизнь детей. Я отвечаю за здоровье коллектива. Есть акты прокуратуры, решение суда, постановление главы города. Клуб закрыть, доступ в него ограничить. Начальник отдела культуры Ангелина Сафронова утверждает, социального взрыва нет. Кружки переехали в другой клуб, намеченные мероприятия будут проведены. Наш городской округ Вичига богат обеспечением учреждениями культуры. У нас у кого-то и 100% нет, а у нас клубы 200%, то есть 4 клуба. В библиотеке 133, музей хорошо, 100%, парк тоже 100%. Что будет с этим зданием? С этим зданием попытаемся его ремонтировать, войти в программу, как сказал глава. Будем работать. В клубе «Фронзе» пять художественных руководителей. Теперь они преподают в клубе «Шагово». Это в микрорайоне Гольчиха. Директор говорит, к переезду педагоги отнеслись с пониманием. Дети готовы идти за своими любимыми руководителями в любой район. Родители, конечно, немножечко попаниковали, но мы объяснили ситуацию. Я думаю, что они с нами согласны. По крайней мере, возмущений никаких со стороны родителей не было. Едем в клуб имени «Шагово», не близко, на машине около 10 минут. Директор Леонид Мизенков показывает танцевальный зал, где будут заниматься хореографией воспитанники клуба имени «Фронзе». Другим объединением, отмечает, тоже подобрали помещение. Дело в том, что у них преимущественно дети занимаются где-то с 4-5 часов. У нас 5 часов мы уже заканчиваем. Поэтому я думаю, что здесь никаких вопросов, я имею в виду, по поводу мешаем, не мешаем друг другу, здесь не будет. Например, в этом кабинете обосновались вокальная студия, театральный коллектив, студия звукозаписи. Мы сюда заехали, вот буквально час назад, как мы установили столы, технику, рабочую атмосферу. Как родители отнеслись к этому? Ну, с родителями мы проводили собрание, и из 100% 85% отнеслись к этому абсолютно нормально. То есть у них есть возможность и есть самое главное желание водить своих деток к нам на занятия. Очевидно, недовольные есть. Те, кому далеко ездить в Гольчиху, на занятия или на праздники. Но аргумент в ответ один. Зато безопасно. Дарья Костина, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». В Иваново приехал знаменитый каскозер Александр Иншаков. Он стал почетным гостем Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования стартовали в пятницу и будут проходить на базе Энергоуниверситета до 10 октября. В день открытия участники турнира и студенты смогли пообщаться со звездой кино и боевых искусств. У этих ребят осталось буквально 10-15 минут до выхода к огневому рубежу. Кто-то уже полностью одет, кто-то оттягивает этот момент до последнего. В плотной экипировке жарко. Большинство здесь отрабатывает стойку. Мы должны встать в стойку. Поставить ноги так, как нам удобно. Поставить приклад в плечо и начать целиться. Так мы стреляем. Но чтобы тренироваться, нужно просто стоять в холостую. На винтовке есть специальная кнопка, которую мы нажимаем, и винтовка не стреляет, а щелкает. То есть щелчки. Отрабатываем выстрел без самого выстрела. Нужно стоять так по несколько часов в день, но с перерывами. Первый соревновательный день стрельба из пневматической винтовки по электронным мишеням. Мужчины, женщины. И, конечно, официальная церемония открытия. Это четвертый этап 10-го Кубка России по пулевой стрельбе. Энергоуниверситет уже второй раз становится базой для этого значимого турнира. Организаторами Ивановского этапа выступает Стрелковый союз России, ДСАФ, региональный департамент спорта. Он проводится при поддержке социально-патриотического движения «Веча» и группы компаний «Славянский дом». У нас компания, одновременно мы являемся и с участниками движения «Веча» социально-патриотического. Мы смешиваем вопросы и бизнеса, и социальный, и патриотический, ну как бы в одно целое. Поэтому компания – это, понятно, бизнес, это финансы, это какие-то материальные возможности. Движение «Веча» – это вопросы объединения молодежи, общественности, вот такие социальные подачи. Я думаю, это неплохой получается вот такой симбиоз, который в целом позволяет помогать это проводить, участвовать самим в этих мероприятиях. Один из членов патриотического движения, известный российский каскадер, постановщик трюков, актер Александр Иншаков стал специальным гостем стрелкового турнира. В юбилейный год организаторы отошли от привычного формата и провели для спортсменов творческую встречу со знаменитостью. В последнее время я замечаю и обращаю внимание, что молодежь у нас становится все более и более спортивной, на самом деле. До недавнего времени вроде бы все сидели за компьютерами, а сейчас смотрю фитнес-центр, стараются, стремятся быть красивыми, сильными, умными. Соревнования продлятся до вторника. Вадиму Мухаммедьянову, к примеру, выступать предстоит в субботу с пистолетом. Те же правила, что сегодня при стрельбе из винтовок. 10 метров до мишени, 60 зачетных выстрелов. В этой дисциплине спортсмен из Ямала-Нинецкого автономного округа становился чемпионом России, чемпионом Европы, участвовал в Олимпийских играх в Токио. Но и здесь, говорит, не заскучает. Нет, у меня есть тут такие, как сказать, тет-а-тет соперничество. Но есть тут ведущие спортсмены, и как бы с ними будут складываться. Это какие регионы? Ну, Московская область. Но он один тут. Кубок России по пулевой стрельбе проводится на призы трижды Героя Советского Союза, маршал авиации Александра Покрышкина. За них поборются более 150 спортсменов. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В Ивановской области объявили целевой сбор на печи для бойцов в зоне СВО. Он стартовал в четверг, организатором выступил фонд «Своих не бросаем». Волонтеры поясняют, что сейчас военным нужны небольшие печки, которые обогреют блиндажи и палатки. Изготавливать их будут студенты Ивановских колледжей бесплатно. Собранные деньги пойдут исключительно на закупку материалов. Это не первая подобная акция в регионе, и участие в них принимают не только студенты. К примеру, в Шуйском районе добровольцы делают печи из старых газовых баллонов. Их собирают по всей области. Южский кузнец Дмитрий Чистяков за четыре дня собрал для них почти 80 штук. День рождения в кругу друзей. Ивановский цирк отметил юбилей. О том, с чего все начиналось у юбиляра, узнала и расскажет Юлия Семина. Совсем недавно Ивановскому цирку исполнилось 90 лет. Юбилей отпраздновали с размахом. Так Ивановский цирк выглядел не всегда. За его строительством скрывается большая история. Лопатин и Миновьев – авторы проекта первого советского государственного цирка в Иванове. Работы по строительству шли около двух лет. Когда же будет построен цирк? Заголовок статьи в газете. Очевидно, открытия ждали с нетерпением. Первый проект цирка разработал архитектор Велинский. Но саратовские власти переманили этот проект. И он был реализован в Саратове. Ну, они очень похожи. Если посмотреть на фотографию, то можно обратить внимание, что он похож на летающую тарелку. Основное помещение было рассчитано на 3000 зрителей. Места расположены амфитеатром в три яруса. Общая стоимость постройки – государственные 350 тысяч рублей. Вот так выглядит макет. Ивановский цирк был самым крупным на тот момент в Советском Союзе. И вот они сконструировали вот эту уникальную конструкцию из деревянных лепестков. 32 лепестка. Это своеобразный такой трансформер для того, чтобы можно было не только проводить цирковые представления, но и собираться там депутатам или на пленумы, проводить какие-то пропагандистские совещания. Первый подобный случай – торжественное заседание, посвященное 30-летию Первого Совета в 1935 году. Еще на Манеже проводились уникальные соревнования. Например, чемпионат СССР по боксу. Сюда приезжал легендарный боксер того времени, абсолютный чемпион. Николай Королев – мощная и лысая голова и крепкий череп. Так спортсмены описывают директора Ивановского областного архива. Интересный факт. Макет цирка отправляли на выставку в Париж, где его признали уникальным произведением искусства. В 1942 году в цирке принимали летчиков из авиаэскадрильи Нормандия. А теперь время легенды. Один из летчиков, есть такая легенда, похожая на правду, он немного перебрал, холодно было, и решил, что где-то надо познакомиться с медведями в русском городе. И он добрел чуть ли не до Абдотина, ему потом объяснили бедолаге, что если бы он увидел медведя, то стал бы, ну, с частью, зимой они спят, по городу не ходят. Ну, вот, был такой смех и грех, но вот это было. Ну, а первое цирковое представление состоялось 28 сентября 1933 года. Каждое из последующих выступлений освещалось в прессе. Долгое время директором был так называемый товарищ Никитин. В цирке работала конюшня Лапиада и одна из лучших цирковая труппа. В ее распоряжении были лошади, пони, верблюды, буйволы. Редкими считались белые медведи, африканские животные и бегемоты. Последние тяжело поддавались дрессировке. Цирк был доступен для всех. Цена билета – рубль 50 или 2. Но цена постоянно менялась. Сотрудников было достаточно, но всегда не хватало самых отважных – тех, кто будет кормить животных в клетке. Кстати, у каждого животного было специально подобранное меню. Чье же имя носит Ивановский цирк? Новатора – Вадима Александровича Болжанского. Целая династия Болжанских, уроженцев нашего города. Там жены, дети, внуки – они выступали, эквилибристами были. Вот самый знаменитый номер был – Прометей. И он был достоин государственной премии СССР. Сюда приезжали Карандаш, Никулин, уникальный дрессировщик Борис Эдер, братья Запашные и Дуровы. У родоначальника династии Дуровых была коллекция дрессированных зверей. Один из слонов умер, его череп забрал себе в музей Дмитрий Бурылин. Последнее представление в деревянном цирке было в 1975 году. Просуществовал он 42 года. Материалы устарели, нашли дефекты, потеки и гниль. Что же потом случилось с цирком? Сначала его разобрали, потом были, как говорят очевидцы, взрыв был, оставшиеся конструкции, которые нельзя было демонтировать. А потом очень быстро стали готовить площадку. И лично первый секретарь Абухановского обкома Клюев курировал цирк. А поручил он это председателю Ивановского городсполкома. Давайте я назову фамилию Богатырев. На площадке приходилось ночевать, чтобы смотреть, как возводится цирк. Тогдашний руководитель города мэр иногда уставал и на лавочке так засыпал. Клюев приходил, не трогайте человека, и вот так бережно на Волге отвозили домой. Новый цирк уже из железобетонных материалов открылся в феврале 83-го года. Первый директор – Буренко. Переносимся на несколько лет вперед. В 2015 году Ивановский цирк открылся после реконструкции. После переоснащения он стал одним из самых современных цирков в России. Сейчас цирк на каникулах, но уже в конце октября зрители будут встречать новым представлением. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Верди, у нас новости синоптиков. Расскажем о погоде. Клиника варикоза нет, здоровью – да, проблемам нет. Первичный прием флеболога – 1700 рублей. Записывайтесь – 300-300. В субботу в нашем регионе нас ждет пасмурная погода, дождь. Температура воздуха днем 3,5 градусов выше нуля. Ветер южный – 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и составит 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 75%. По прогнозам синоптиков, в последний день недели будет пасмурно и дождливо. Осенней пасмурной порою я прячусь от унылых лиц. Под плюшевым пледом межкнижных страниц. Текстильный центр Рио. Отличный выбор теплых одеял, пуховых подушек и теплых пледов. К этому часу все. Текстовые фото и видеосообщения к нам в редакцию. Присылайте по номеру телефона, который видите на своих экранах. Информационные итоги дня подведем уже в 20 часов 30 минут. Так что еще увидимся.